Слово Божье В книге Псалтырь, 18-й Псалом. Откройте, пожалуйста, если у вас есть книга Псалтырь, 18-й Псалом, и мы прочитаем весь Псалом вместе с вами. Этот Псалом адресован начальнику хора. Есть кто-то начальник хора? Сегодня все будем начальниками хора, и этот Псалом будет нам адресован. Итак, начальнику хора Псалом Давида. Небеса проповедуют славу Божью, а дела круг Его вещает твердь. День дню передает речь, и ночь ночи открывает знания. Нет языка и нет наречия, где не слышали бы голос их. По всей земле проходит звук их, и до пределов вселенной слова их. Он поставил в них жилище солнцу, и оно выходит, как жених из брачного чертога своего, радуется, как исполин, пробежать поприще. От края небес исход его и шествия его до края их, и ничто не укрыто от теплоты его. Закон Господа совершен, укрепляет душу. Откровение Господа верно умодряет простых. Повеления Господа праведны, веселят сердце. Заповедь Господа светла, просвещает очи. Страх Господень чист, пребывает вовек. Суды Господни истина, все праведны. А не вожделение золота и даже множество золота чистого, слаще меда и капель сота. И раб Твой охраняется ими, в соблюдении их великая награда. Кто усмотрит погрешности свои? От тайных моих очисти меня. И от умышленных удержи раба Твоего, чтобы не возобладали над мною. Тогда я буду непорочен и чист от великого разращения. И добудут слова уст моих и помышления сердца моего, благоугодный пред Тобою, Господи. Твердыня моя и Избавитель мой. Я думаю, что слова этого псалма, они известны нам и по большей части даже наизусть. Потому что некоторые тексты, они замечательные относятся к такому понятию, как мы называем золотые стихи из Библии. И вот этот псалом, интересно, он как-то очень, вот с моей точки зрения, он очень жестко разделен на три части, которые как бы не связаны с собой. Вот если вот так вот прочитать, мы читаем, вот небесам проповедует славу Божию, а делак рух его вещает, твердь день ночи передает и так далее. Вот описывается все то, что происходит в природе, вот с 1 по 7 стих. И потом резко как бы обрывается все. И дальше закон Господа совершен, откровение Господне, повеление Господне. Идет какой-то другой совершенно блок. Вот только что разговаривали о природе, о погоде. И тут же разговор идет о законе Господа. Совершенно вот как бы другая совершенно часть. Но они, эти части находятся рядом, и Давид усматривает, конечно, взаимодействие между ними, следствие какое-то. И потом третья часть, когда Давид рассказал о том законе, какой он этот закон, вот рассказал, вот разными синонимами, различными словами описал, и вдруг в конце он говорит, а кто усмотрит те вот погрешности мои, тайны мои, явные, неявные, которые есть во мне, и что мне с этим делать, как мне жить. И Господи, помоги вот так вот, чтобы я жил перед Тобою, и я был угоден Тебе. Вот такие вот три части здесь прослеживаются в этом псалме. И Давид очень интересно рассказал о вот этих трех самых важных, наверное, вещах в жизни, которые должны быть в каждом человеке. Три важных блока, которые должны соблюдаться в нашей жизни каждый день, который мы приживаем перед Господом. И я себе подумал так, вот Давид начинает, небеса проповедуют славу Божью, дню передает речь, ночи знания, нет языка, нет наречия, на которых бы небеса не разговаривали и не свидетельствовали, не проповедовали людям. Нету такого наречия, потому что все понимают, что солнце восходит, и Давид говорит, оно радостно восходит, как спортсмен, он с радостью хочет пробежать вот там какое-то расстояние, 100 метровку, показать, какой он сильный, как он может. Он для этого тренировался с такой радостью, солнце согревает, и нету даже кусочка какого-то, которое бы он не охватил своим теплом. Вот Давид восхищается вот этими вещами, и я себе думаю, а действительно, насколько мы привыкли в нашей жизни к великим чудесам Божьим, и мы их считаем достаточно маленькими, незаметными, по одной простой причине, и мы к ним привыкли. Вот правда, если посмотреть вокруг и только задуматься над теми проповедниками Божьей славы, Божьего величия, которые существуют вокруг нас, это просто невообразимо. То, что мы видим, те законы природы, которые соблюдаются, все, что у нас есть в распоряжении, вот эти вот, казалось бы, мелочи, которых мы не замечаем, но насколько они важны и насколько они серьезны. 15 января 2009 года в Америке пассажирский лайнер один потерпел, ну, наверное, крушение такое себе. Это был такой внутренний рейс из Нью-Йорка в Сиэтл, самолет взлетел, и как только он взлетел, случилось так, что оба его двигателя, они заглохли, потому что в них попали птицы, он в стаю птиц врезался. И самолет в общей сложности там минуты буквально находился, он только лишь набрал высоту 975 метров. Когда это случилось, отказал один двигатель, отказал второй двигатель. И чудо состояло в том, что все 150 человек, которые находились на борту, они остались живы, потому что пилот удачно спланировал и приводнил на реку Гудзон в Нью-Йорке, приводнил этот самолет. И он так раз, и вот лег на воду. Люди вышли через пожарные отсеки, вышли на крылья, их лодками быстро подобрали. Такое вот случилось, такое чудо, не чудо, но тем не менее, такое событие было, люди очень много говорили об этом. И потом, через некоторое время, люди, которые были в самолете, рассказывали свои впечатления. И вот один человек говорит, что я когда в этой тишине, когда ты в самолете планируешь, а нету звука мотора, ты понимаешь, что ты вот просто планируешь на воздухе и пока что все хорошо, и понимаешь, что ты приземлишься сейчас или приводнишься, как было в ихнем случае, не знаешь, чем это закончится, то мысли, которые тебя посещают, они удивительные. И этот неверующий человек говорил о том, что я подумал в этот момент, почему-то я подумал о том, что в жизни я не ценное считал ценным, а то, что действительно ценное, не считал ничем и не обращал на него внимания. Он собирал антиквариат, и он говорит, что это совершенно не важно в жизни. И я в этот момент подумал про смех своих детей, которые настолько для меня ценные, а я не обращал на это внимания. Человек вдруг подумал, и второе говорит, о чем я подумал, что я очень многих людей обидел и не успел попросить у них прощения. И вот он как человек неверующих, но, наверное, это можно назвать молитвой, но он так вот сказал, Господи, что если я останусь жив, то я в первую очередь посещу всех своих родственников и попрошу у них прощения. Откуда такие мысли у человека? Вот он падает в самолете, и у него происходит вот эта переоценка ценностей. Он всю жизнь держал в руках какие-то дорогие старинные антикварные вещи, и он говорит, я не тем занимался. Не это представляет ценность. Я всю свою жизнь, это третье, что он подумал, он говорит, что я всю свою жизнь посвятил, посвятил не тому. Я занимался далеко второстепенными, третьестепенными вещами, а самое главное в моей жизни было упущено. Мы действительно, в нашей жизни, жизнь проходит, а мы не способны очень часто, к сожалению, вот просто поднять глаза на небо и посмотреть, о чем небеса проповедуют. Поднять глаза, вот увидеть эти, там ночью, просто посмотреть, не с целью там шахет увидеть, где он там летит, видно его или не видно, а посмотреть на звезды. Представьте себе, половину из нас близорукие, половину дальнозоркие. Если кто-то думает, у него хорошее зрение, то, как говорят, наверное, плохо исследовали еще. Мы все с вами видим звезды, которые находятся на расстоянии многих световых лет. Так, чтобы примерно стало понятно, я вам сейчас скажу, на какое расстояние вы видите. Вторая по яркости звезда Альфа Центавра. До нее, ученые измеряют, это примерно 4,5 года световых года. Это знаете, что значит примерно в расстоянии? Если лететь со скоростью 59 тысяч километров в час, то, чтобы туда долететь, надо 89 тысяч лет лет лететь. Представляете, как она далеко? Слушайте, а вы ее видите своими глазами. Я когда-то удивлялся, когда Господь показал Моисею обитованную землю издали и сказал, вот ты посмотри на нее, но ты в нее не войдешь. И приблизительно ученые посчитали, что где-то за 120 километров он смотрел. Там он стоял где-то на горе, там был воздух чистый, и где-то он видел уже в своем возрасте. Видел примерно на 120 километров. Я удивлялся, думаю, как можно видеть так далеко? На 120 километров. И когда видишь где-то горы вдали, ты понимаешь, что эта гора далеко, и ты ее видишь. Слушайте, мы видим звезды. Удивительные вещи происходят, и мы смотрим, и мы этому не удивляемся, правда? Ну кто из нас удивлялся, что мы видим так далеко? Мы видим эти чудеса Божьи. Бог как будто бы вот рассыпал и показал, вот насколько Он великолепный Бог, насколько Он мудрый, насколько Он великий творец. Ну кто может повторить? Какой ученый, какой человек что-то приблизительное даже и близко не может повторить, не может ничего сделать? И люди начинают сочинять вот эти истории про то, как это все появилось. Знаете, да, что, как детей учат? Мне приходит сын и говорит, показывает свою книжку, и говорит, тесты у них там, задан вопрос, как появилась Вселенная, и три варианта ответа. Он приходит и говорит, папа, тут нету правильного ответа. Я смотрю, что там написано, ну, естественно, там одно, второе, третье и теория там большого взрыва. Это знаете, о чем? Что все когда-то было в малюсенькую точку, меньше, чем прикосновение от карандаша на листик. И вот это все-все-все, все планеты в мире, это помещались в эту маленькую точку, она сильно раскрутилась, взорвалась, и от этого полетели дальше все планеты, начали развиваться, и поэтому вот ученые говорят, что поэтому все планеты крутятся, поэтому они друг от друга, значит, удаляются, и это, мол, подтверждает вот эту теорию взрыва. И этот один христианин, ученый, говорит, слушайте, когда вы посадите детей на такую качельку, которая крутится, знаете, и дети будут говорить, давай раскручивай нас. И он говорит, когда есть три стадии, когда раскручивай, дети сначала будут кричать, давай, давай быстрее. Потом второе, они замрут, и будут спасать свою жизнь. И третий будет кричать, останови. Он говорит, так вот, когда вы не остановитесь, и дети начнут оттуда вылетать. И вот вы заметите, что если что-то вылетает, если вот крутится, то дальше начинает крутиться вот в ту же сторону, в которую каруселька крутилась, так же начинает крутиться дальше, и вот вылетать с этой карусельки. Он говорит, и тут Господь пошутил, потому что несколько планет крутятся в другую сторону. И он говорит, это просто сделано, этого никто не может объяснить, это просто сделано для того, чтобы Бог показал вот элементарными какими-то вещами, что теория эволюции, она не работает, что не может такого быть. Вот все то, что люди придумывают, объясняют, пытаются объяснить, и Бог раз, и делает какие-то вещи, которые, ну, совершенно, вот и на этом все. На этом все просто заканчивается, все доводы, все теории, и так далее, и тому подобное. Это все проповедует славу Божью. Это все проповедует о том, насколько великий Творец, могучий Творец. И Давид говорит об этом, и он даже там не рассказывает про скорости планет, про то, какие там галактики, сколько их, и так далее, и так далее. У него не стоит такой цели, но он рассказывает о том, о тех чудесных законах Господа, о том, что мы видим, и нет ни одного человека, который не умеет там читать, любой человек, который поднимет глаза к небу, он видит эту проповедь. Насколько часто мы обращаем внимание на эти чудеса Господни, которые вокруг нас, которые рядом с нами. Насколько мы действительно, как вот эта песня есть, вижу Бога каждый день. Видим ли мы Бога каждый день? Давайте вот как-то утром проснемся и подумаем, что мы видим. И мы просыпаемся утром, пьем стакан воды, и мы даже не задумываемся над тем. Я когда прочитал про воду, я просто удивился. Вы знаете, что вода – это вещество, которое вообще, оно выбивается со всех вообще иснующих на сегодняшний день законов физики и химии. Если взять воду как таковую, вот разложить, аж 2О, вы знаете, вот 3, получается, 2 водорода, кислород, и вот они в таком треугольничке находятся, между ними 104,35 градуса должно быть между вот этими атомами, и расстояние должно быть тоже определенное. Если что-то поменять, воды существовать не будет как таковой. Мы пьем стакан воды, и мы даже не понимаем об этом, насколько это тонкое. Все вещества на свете имеют, по определенным законам все развивается. Если там давление делать, если температуру поднимать, у всех веществ на свете это движется по одному, у воды совершенно по-другому. У все вещества, которые существуют, у них электропроводность там от 2 до 8, у воды в это же время 71-80. Натяжительное вот это свойство воды, знаете, стакан можно с горочкой налить в воду, натяжение вот это. Оно вообще не помещается ни в какие законы физики и химии. И те вещества, которые находятся как бы рядом, вот если взять с водородом тех, кто находится в одной группе, и присоединить вот этот кислород, у них совершенно другие свойства получаются у этих оксидов. Вода, она выбивается абсолютно со всех тех предположений, которые можно было бы предположить, вот работая с другими элементами соседними. Вода совершенно им не подчиняется, абсолютно не подчиняется. Вода — это такой элемент, который может есть точка, тройная точка ее называют, в которой вода может находиться сразу в трех состояниях. Вы знаете, что вода может быть жидкой, газообразной, там, и лед может быть. Она находится сразу в трех состояниях. Когда повышаешь давление, повышаешь температуру, все вещества, плотность начинают увеличиваться, у воды уменьшается. Но все, вот Господь сделал так, что просто возьми стакан холодной воды, подумай над ним, над тем, как он вообще, вот эта простая вода, которую мы держим в руке, которая вот рядом с нами, все во всем, вода, мы без воды не можем. И она настолько неестественная, она настолько выбивается со всех законов, что ты можешь прийти к выводу просто о том, что не все в нашем мире так вот раз-два, и все сделано, все по законам, все по какой-то эволюции, все движется по каким-то вот стандартным шагам. Ученые не могут объяснить этого, потому что Господь в своей мудрости, вот в своем величии Творца, Он сделал все так прекрасно, чтобы каждый человек, который хотя бы задумывается над существованием Бога, над своей верой, чтобы он мог найти даже в капле простой воды, мог найти свидетельство о том, что в нашей жизни не все так просто, и эти Божьи большие чудеса в маленьких вещах, но привычные для нас, они, к сожалению, ускальзывают просто из нашей жизни. И вся идея этого текста – это вот такая необычайность Божья, которая вокруг нас. В другой христианской песне поется «Бога я вижу в озерах синих, Бога я слышу в порыве ветра, Он зажигает души светильник проникновенно лучистым светом, Он очевиден в улыбке солнца, Он слышен в шуме дождя и снега, и я, как сотрудник его польсовства, провозглашаю программу неба». Автор проникся тоже вот этой идеей того, что все вокруг нас, оно говорит о величии нашего Бога. И, конечно же, Бог, мы смотрим на эту окружающую природу, это проповедники Божьи. Бог не находится там внутри дерева или не сидит на дереве, как очень многие люди пытаются понять, где этот Бог, в чем Он. Но Господь сотворил это творение, чтобы оно говорило о Нем, чтобы оно свидетельствовало о Нем. Слышим ли мы эти проповеди? Радуемся ли мы вот этим вот элементарным вещам, которые происходят вокруг нас повсеместно? Все указывает на Бога, и это такая богоцентричная проповедь, чтобы люди понимали, видели, что это все Господь сотворил. И вот это даже, где написано о том, что от края небес исходит солнце и шествие до края их, и ничто не укрыто от теплоты Его. Ничего в этом мире не укрыто от проповеди Божьей, от этих проповедников, которые вокруг нас. Ничего не укроется. И дальше следующий текст говорит, следующий блок, Давид переходит и говорит, Господи, а еще слава Тебе и спасибо Тебе за то слово, которое есть у нас, Твой закон, который Ты открыл. И когда здесь читаешь, здесь очень много синонимов. С 8 стиха начинается вот это «Ода закону Божьему». Закон Господа совершен, укропляет душу, откровение Господне верно, умудряет простых. Божье слово, Божий закон, вот это Тара, наставление, вот этот путь, это направление, которому должен следовать человек. В этом пути нету никаких таких для человека каких-то непонятностей, загадок, неточностей, несостыковки, как это видят многие люди, хотят видеть, выискивают в Слове Божьем, но нету там этого. Закон Господен, он прост, он свят, он чист, и он умудряет даже простых людей. То, что в Библии написано, то очень многие люди, когда я даже читал о том, когда пытались отправить первый спутник на Луну, не знали, вот с какой посадкой его делалось, с твердой, с жесткой, или с мягкой, или он там провалится. И очень многие говорили, что надо делать с мягкой посадкой, потому что, учитывая, что всему миллиарды лет, посчитали, что за это время, вот космическая пыль, которая там есть, то там уже несколько километров пыли, и этот спутник, когда встанет, он сразу же утонет. И скафандр, и рюкзаки делали очень сильно защищенные от пыли, чтобы они были. Почитали бы Библию, там написано, что Господь делает престол Давида твердым, как луна. И поняли бы сразу, что надо с жесткой посадкой делать. Призявляются, прилуняются туда они, и видят, что там сантиметр пыли. По теории эволюции, там должно быть несколько километров пыли. Поставили туда специально, они там стоят еще с тех пор, эти ловушки такие для пыли, чтобы посмотреть, как она там накапливается, что происходит. Считают, считают, и не получается, чтобы луне было больше, чем 6-8 тысяч лет, вот как ученые представляют. По тому количеству пыли, которое есть. Слушайте, проповедники, все проповедуют о славе Божьей. Давид говорит, закон твой он совершен. Нету в Слове Божьем, тоже нету никакого. Ничего. Раньше спорили о том, что вот о Пилате написано только в Библии и Иосиф Флавии. Только вот два свидетельства. И Библию, естественно, не принимают, ну как бы, потому что проверяют ее истинность. И только Иосиф Флавии, и нету больше никаких свидетельств о Пилате. И в Израиле в 1960-х годах нашли табличку, которая там была прибита к административному зданию на камне, и там высвечено было об этом правителе Пилате. Ну не можете. Если на сегодняшний день чего-то кто-то не понимает, все равно Слово Божье спустя время оно доказывает свою истинность, доказывает свою правоту. И Давид восхищается этим Словом Божьим, в котором нету изъянов, нет погрешностей, нет ошибок. И Библия еще здесь называет, что это повеление, это откровение, это свидетельство, это повеление, которое открывает нас в волю Божью, в котором, в этих повелениях можно увидеть, а чего хочет Бог от нас, чего Он желает от нас, куда Господь хочет, чтобы мы пришли. И вот этот страх Господень, заповеди Господни, вот это все синонимы Слова, суды Его, то есть суды Его, решение, то, как Господь принял решение, что с этим будет, как Господь судит, чему должно быть, и как оно должно быть, все описано в этом Слове Божьем. И Давид, конечно, восхищает меня вот таким вот подходом своим, когда он посмотрел на то, что Господь сотворил, на этих проповедников. Он посмотрел в Слово Божье, как это Слово в жизни человека. И он, конечно же, приходит к тому, что нужно посмотреть в свою жизнь и задает себе вопрос, а кто усмотрит погрешности мои? Потому что единственное, что нам мешает, видеть Славу Божию и сделать так, чтобы Господь царствовал в моей жизни, это мои погрешности. И Давид взывает и вопиет и говорит, кто усмотрит погрешности мои? От тайных моих очисти меня и от умышленных удержи раба твоего. Так много грехов, так много неточностей в меня, в отличие от Слова Божьего, в отличие от Бога Вечного. И Давид призывает очисти меня, и Давид заботится о том, чтобы иметь Господа в своем разуме. И проблема очень больших людей, очень многих, большинства людей, что они не заботятся о том, чтобы иметь Бога в разуме. Давид как раз говорит об этом. Да благословит меня Господь, дорогие братья и сестры, чтобы мы в простом видели Господа. Чтобы мы в самых элементарных вещах, которым мы забыли радоваться, чтобы мы однажды порадовались, мы улыбнулись, когда мы пьем стакан воды и поблагодарили Бога за то, что эти молекулы стоят под 104,75 градусов относительно друг друга и на расстоянии 10 в минус 10 степени и никуда не шевелятся, никуда не уходят, хотя могут. И мы пьем эту воду благодаря только вот таким вот вещам, которые Господь повелел, и оно вот так происходит. Поблагодарить Господа за то, что мы Его знаем, за то, что Слово Свое Он не сокрыл от нас и подумать над тем, а почему Господь еще не царствует у меня в сердце? Или а достаточно ли места Господу в моем сердце? А все ли сердце свое я отдал этому Господу Великому, который сотворил и Альфу Центавру, которую я вижу, до которой в 85 тысяч лет лететь надо на самом сверхскоростном каком-то двигателе? Задумались ли об этом? Да благословит нас Господь. Слава нашему великому Творцу. Аминь. Давайте помолимся. Мы славим Тебя, Господь, за то, что Ты великий и чудный, за то, что Ты настолько мудрый Творец, который сотворил все то, что есть вокруг нас, видимое и невидимое, то, что мы можем увидеть невооруженным глазом и то, что мы не можем видеть без телескопа или микроскопа, без особых каких-то приборов. Господи, Ты все это сотворил, и оно мудро все функционирует, Господи. Оно все проповедует о Тебе. Все то, что есть вокруг нас, оно все говорит о Тебе. И Ты слово свое оставил для нас, Господи, которое является для нас откровением, которое является для нас направлением в нашей жизни, рекомендациями, судами Твоими. Страх Твой, Господень, открывается нам, появляется в нас через Слово Твое. Благодарим Тебя, Господи, за такую заботу о нас, за то, что Ты не оставил ни капли места тем людям, которые хотели бы сомневаться в чем-то, или сказать о том, что они не видели Тебя в окружении. Господи, научи нас быть благодарными и внимательными к тому, что происходит в нас, то, что происходит вокруг нас. Научи нас ценить это, Господи, то, к чему мы привыкли. И прости, что мы так мало благодарим Тебя, так много просим. Научи нас благодарить, Господи. Научи нас все замечать и говорить Тебе спасибо, и возносить Тебе славу, и учиться у ног Твоих, учиться от Слова Твоего. Благослови нас, Господи. Избавь нас от грехов наших, от умышленных, от неумышленных, чтобы мысли наши грешные, чтобы они не овладели нами в нашей жизни. Благослови нас, Господи, чтобы Ты единственным центром был и царем нашей жизни. Слава Тебе за все. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Слава Тебе за все. Продолжение следует...